люди плавают в бассейне ворох уника парень и прическа и ракет там и там загородки детки плескаются видите там ограждение такое сарайчики все могут сказать неплохой этот отель ничего не могу сказать плохого да не шикарно да там там не понятно что не пять звезд но все равно люди стараются там убирают они листочек упал бегут подымать то есть персонал доброжелательный так ничего не могут сказать или плохого отношение хорошее природа конечно красивая тут море шикарное рыбы перестали кусать кстати перетур на яхте в общем вот мы находимся вот этой гостиницы живем сандел а это вот максвелл тур такое туристическое агентство и кстати у них дешевле там мы спрашивали центре по 20 долларов а здесь по 15 причем я не говорил что там дайте скидку это рекламу и что вот максвелл тур да не ну что по 10 тоже наглость вот максвелл тур там за целый день купаешься на яхте завтра сниму видео плаваешь там бедная вечеринка обед дискотека в общем дискотека все и вот она находится напротив это бельбеди так что здесь вот подешевле туда дальше было по 20 долларов а сейчас мы едем кимер навстречу с двумя зрительницами они живут кимере вот отель 5 звезд стоит видите что небольшая разница ой стой 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 кимер кимер джопа стоять хамар джопа гады мордов куда открывает кимер хорошо как хорошо как хорошо да вот сюда у них кондиционеры мне нравится что у них прохладно вот поехали отели а нирвана зрительница живет нирване нирвана в другую сторону отель тоже там шикарный отель там не они них нирвана у нее ты в нирвана ни хуны и другие а она нас не приглашала не приглашал в общем акка ответила ребята мы поедем будем маке еще два дня так что будем купить ой телепаек вот видите сколько отелей тут львы это вторая линия на эту сторону то есть море на этой стороне смотрите какая гостиница гюнеки транс-антлантик такая виде корабля сделано шикарная конечно я думаю что хорошая хотель спа как ты думаешь что ж мне нравится номера такие как приокрытые окна какие-то вот интересно туда зайти можно поснимать у них внутри можно наверно тоже вторая линия это три палубы и трусы рядом продавец горы море это автобусы по моему наши бакданы на экспорт идут на экспорт идут вот такой магазин вайхики известный тут говорят куртки хорошие по чем они а то пять злотых злотых можно какие-то футболки вот посмотреть я хочу футболку душа нужно какую-то такую купить она 24 злотых это вайхики магазин русские тянутся и детей видишь с россии со всего в украине не таки не нравятся они какие-то гладкие знаете что то это ну какие вот такие вот неплохие вот мне кажется вот такие неплохие вот такие что тут еще есть вот может какие то такие знаешь чтоб качество было получится вот это неплохая вот это неплохая Что тут еще есть? Рубашки симпатические. Качество, наверное, хорошее. 35 злотых. Ой, то есть лир. Штаны. Люди говорят, купи СМВ-штаны. Не знаю. Вот футболки неплохие. Та ну, как, знаешь, трусы плавательные. Трусы. Вот эти вот неплохие, посмотри. Леха. Даня, вот такая неплохая. Это хороший магазин. Говорят, у нас мустит есть. Вот тут такие свитера. Мы приехали в этот Кемер. Тут такие джемпера. Недорого это. По 44 это чуть больше 10 долларов. 12 долларов где-то. 300 гривен. У нас так не купишь такие вещи. У нас полимбирь придешь, за 1000 купишь гимну. Вот красивый джемпер. 39 злотых. 22 злотых. Лиры. А, лиры. Лиры. А, лиры. 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 Такие золы разные. Баскель. Баскель. Ну, это 10 долларов получается. 253 гривен. Ну, так они, смотри, какие лёгенькие. Хорошенькие. Вот тоже. Смотри. Видишь, у них разнообразия больше вот здесь. 22, да? 34, 26. Вот тут, смотри, футболки всякие. Штаны. По 9,95 есть футболки. Тут и колготки женские. Вайкики. Вот разные куртки. Будь здоров. Даже не понял. Тут вот шорты, футболки всякие, спортивные типа. Ну, такие я не очень люблю. Это спортивные. Это надо до спорта. Футболки. Ну, так они. Вон, разные. Тут. Тут дешёвые вещи всё-таки. Мне кажется, сюда надо будет приехать и набрать. Вот куртка хорошая. Да. Как и шо? 110. 100. А, 111. А, 99. Да, 100. Получается, сколько это? 30 долларов. Ну, не знаю. Такая вот. Такая кофточка. Кофтовки. Вот такие курточки. Причём. 125. Так, ну шо, пошли. В общем, смотрите, ребята, зрительница нас пригласила к себе домой в Кемере. И тут такие дома. Это живут и турки, и русские. Тут квартиры. Смотрите, какой вид красивый. Горы. Вот это всё солнечные батареи на домах. То есть у турок нема света, у них только батареи солнечные. То есть они не питаются энергией. Вот. Вот это всё бачки. Я думал, что вот это накапливается энергия. Вот это. Оказывается, это просто вода. Вода нагревается солнцем. То есть они вот это не платят за горячую воду. У них нету такого. Если вдруг там не было солнца, у них есть такие насадки на краны, которые потом стимулируют, чтобы шла вода горячая билась. В общем, турки не живут. Турки, чурчхелыки. Россия, Украина. Смотрите, вот такая штука. Вот видите, это бачки с горячей водой. Она нагревается на солнце. Вот это солнечные батареи. Вот я хочу показать, как интересно сделана крыша. Я нахожусь на балконе квартиры. Такой огромный балкон. Тут хоть пляши, хоть что. Представьте, сколько балкон. Какой огромный. Вот, и вот интересно сделана крыша. Видите, вот такие вот, как толь, не толь, вот такая приклеенная. Так интересно. Крыша дома. В Кемере. Я вижу везде такая крыша, в принципе, только другого цвета. Вот тут уже, по-моему, черепица сверху на крыше. Вот это турецкая семья тут живет. Это Кемер. Сейчас я в эту сторону покажу вам. Там гора, на горе флаг. Сегодня, кстати, день независимости Турции, или как-то день страны у них. Ну, Турция, короче. Вот солнечные батареи. У каждого видно своя. Тут несколько квартир. Двухэтажные квартиры есть разные. И вот балкончики, смотрите, люди живут. Тут везде, значит, висят мандарины. Вон, видите, там мандарины висят. На углу дома. Вот мандарины на деревьях. И, кстати, сказали, что тут можно рвать мандарины, что никто их не ругает, никто за это не кричит. Висят такие гранаты. Огромные. Вот это дети Турчата. Какой шикарный вид. Просто обалдеть. Так что Турцию с днем... Турции с днем независимости. Какая красота. Шумный, конечно. Девочка побегла с косичками. Вот, смотрите, мандарины висят на дереве. Обалдеть. Такая большая кухня. Вот столовый стол. Вот, смотрите. Такая огромная. Тут дырочка в окне. Это Лиля. Это Лиля. Привет. Привет. У меня еще нашелся старый кахетти. Пьем все сегодня. У нас сегодня будет грузинско-турецкий вечер. О, супер. А эта девочка не приехала, да, которая живет? Она будет. Попозже. Мы познакомимся. Попозже будет. Девочки. В дереве потолок. Диванчики такие. Дартс. Леха, как тебе? Я сейчас нашла у себя в заначках грузинский коньяк. Вот. Так что у нас сегодня будет такая грузинская пить. Спасибо вам большое за приглашение домой. Добро пожаловать. Все, пытаюсь найти украинскую скатерть. Не могу найти. Вот я, если приеду в следующий раз в Турцию, привезу. У меня есть украинская скатерть. Я не могу найти. А, тут. Есть. У меня моя украинская скатерть. Но если ты придешь, я буду очень рада. Я собираю скатерть, кстати. Да? Да. Так что, да, я буду рада любой скатерти. Красиво. Скатерть-самобранка. Скатерть-самобранка. Камушками сделано. Глестящий, как Байромикс. Вот такой красивый на стенах. Вид, конечно... Какой красивый вид, конечно. Мне нравится. Слушай, вы, наверное, уже привыкли к такому виду, да? Вам уже оно... Ну, все равно приятно. Ой, красота какая. Так ты массажистка, да? Угу. Так что, если кому надо, то... У него проблемы со спиной. Да. А что ты, все массажи делаешь? Или как? Ну, в основном медицинские. Медицинские, да? Потянула, и моя эта самая банка. Как моча, знаешь, от сигареты там. Вообще не смотрится. Не, красиво балкон. Я с пассажем завязала, поэтому мне клиенты не нужны особо. А чего не... Тяжело работать. Тяжело, да? Да. Здоровье нужно иметь сибирское. А если дождь идет, что тут вода наливается, да? А тут есть стоки. А-а-а. Ух ты, гля, точно. Кстати, отсыревшие какие-то эти штуки. А это, получается, электроэнергию... Ну да, питается с вот этих батареек. С одной стороны батареи, да. И вот эти байки станут по себе. Так то есть у вас энергия, она бесплатная идет электричество? Нет, мы за электричество платим. Платите, да? А тот человек, который ставит себе... А если не ставишь солнечную батарею, что получается, надо платить? Вот если нет такого, который дом обеспечивает батареи? Да, везде. Я, честно, этих у нас не знаю. Вот это у всех баки с водой, да, на крышах, получается? А им хватает вот этих баков? Немножко как-то самонаполняемые. Не, ну понятно, что оно работает, оно добавляется. Только ты покупался, оно дошло. Ну, нам хватает. Даже летом все купаемся, моемся, стираемся. То есть нет проблем. Даже когда гости к уезжаем. А покажи баллон, что ты вот мне интересно было, ты рассказывала, да? Ну, там котик. Обычный газовый баллон, в принципе, как и у нас, только здесь они другой формы. Вы покупаете баллон, да? Кошли, да. Ух ты, глянь. Честно, я даже не помню, когда мы его поменяли. Ну, считай, лето точно, он у нас стоит новый. И мы пользуемся, и все такое. Тут нет, получается, централизованного газа. Нет. Нет, да? Ну, есть, может быть, в Анталии, я не знаю, с отоплением. Но здесь на побережье нет. Либо климат, кондиционер, либо есть такие дырки с вытяжками. И покупаешь отдельно печку. И топишь дровами, да? У тебя, получается, только здесь будет тепло, и нужно спать тогда все в одной комнате. А, ну, понятно. Типа камина, да, такого, как будто буржуйка вот эта, печка. Мы покупали, мы вот обходились. Мотают помочь. То есть, в одной комнате помещаем? Да. Прикольно. Вот это какая-то стиль вообще. Ага. Вот такой штука. Я хочу спать украинскую. Понимаешь? Либо у меня есть просто украинская, российская, молдавская, молдавская. Молдавская все. Те, кто приезжает, ты... Слушай, хотела, чтобы мне из Германии привезли, но я сказала в последний момент, и Турецка не успела привезти в Германии. Но я всех прошу, кто ко мне едет, чтобы... Везли скатерти, да? Я люблю скатерти. Это у тебя собрание скатертей там, или что? Я просто люблю этот, застоя, скатертей. Такая хозяйка зажиточная. Как у меня. Хохлушка, знаешь, такая скатерти. Да. Скатертями. Скатертями. Под диванами вещи, молодец. Нет, все, поверьте, все, что хотите. Все, что хотите. У меня есть анимационные футболки. Вот. У меня есть все, люди. Ты продаешься мне? Да, я могу дать так бесплатно. Бесплатно. Вот, у меня всякие... А что это? Это как анимационные всякие футболки. Если надо, вот если так выносите, то давайте. Познакомились с девушкой из Алматы. Ты вообще замечательная. Паттайя, Паттайя. Та-та-та-та-та. Я в середине не знаю. Ой, как хорошо, ребятки. Як отлично. В этом Кемере. Горы, леса. Ну что, не видно? Ну, хорошо. А как бы он уже телит, скорее? Да. Это Оля из Алматы. Ну да. Родственная. Хорошая вообще женщина. Такая все приятная. Так хорошо поговорили. Во всем вообще такая компания у нас замечательная. Так благодарен, что я сюда попал. Вообще здорово посидели сегодня, ребята. Порадуйтесь от души вообще. Такое удовольствие получил. Интернета нет. Завтра едем на катер. Потом в этот самый, как его, с катера куда? В Аканте дом поедем. Будем тусоваться. Спасибо гостинице, что согласилась. Пригласили, сказали, приезжайте. Хорошо, мы даем согласие. В общем, все нормально. Слава Богу. Так что порадуйтесь. Я рад, что... Не того, что прям мне надо такие условия. Просто вот как бы люди оценили то, что я снимал. Спасибо. Слава Богу. Слава Богу. Помни, конечно. Какая разница будет про припев. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо, Оля, большое. Приятно было с тобой познакомиться. Да, ты очень-очень хороший человек. Да, это песня говорит о том, что вот друзья, чтобы наши беседы никогда не заканчивать. У нас секреты, наши беседы, наши взаимные понимания. Ну, типа этого. Короче, у нас все всем. У нас все в тюрьме. У нас все в тюрьме. Жан, дуя сам, это душевный мой друг. Спасибо, Оля. Спасибо, Оля. Приятное знакомство. Было очень-очень приятно вам с вами познакомиться. Спасибо, Оля, большое. Желаю вам здоровья и долгих лет жизни, долгих лета, благополучия, и чтобы имели возможность всегда путешествовать и знакомиться с приятными для себя людьми. Спасибо, Оля, огромное спасибо. Благодарю за внимание и я ухожу. Спасибо. Спасибо, Оля.